Доброго здоровья всем добрым людям в Украине и в усёму свете! Приветствую вас в эфире 17 канала, программа «Непростая политика», ведущий Владимир Воля, политический обозреватель 17 канала. У нас сегодня в студии гость Николай Спиридонов. Добрый день! Добрый день! Будем мы говорить сегодня в общем-то о тех итогах, вернее об итогах тех встреч, консультаций, которые вчера происходили по поводу ситуации на востоке нашей страны, то есть на Донбассе. И в общем-то день вчера был насыщенный, такая насыщенная была промежуточная скорее точка или троеточие. Напомню, что всё начиналось с визита Бориса Грызлова, члена трехсторонней контактной группы в Украину в понедельник. Потом во вторник тоже была работа политической подгруппы в Минске, а вчера уже было заседание трехсторонней контактной группы с участием всех представителей данной группы и подгрупп. Ну и конечно же вчера еще два таких момента интересных появилось. Это параллельно со встречей в Минске состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с Ангелой Меркель и Франсуа Оландом. То есть тоже обсуждали в общем-то ситуацию на Донбассе. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент подчеркнул недопустимость нарушения режима прекращения огня российскими боевиками и недопуска наблюдателей ОБСЕ на объекты на оккупированной и неконтролируемой, на территории, которые контролируется ЛДНР и на том участке российско-украинской границы, которая не подконтрольна украинскому правительству. Ну и еще Петр Порошенко подчеркнул важность увязывания всех шагов, предусмотренных Минскими соглашениями, их привязки к конкретным датам 2016 года, то есть исполнения этих пунктов. Ну и естественно он обвинил в срыве выполнения Минских соглашений в 2015 году, российскую сторону и сепаратистов. Кроме того, вчера был еще один телефонный разговор, это Барак Обама, президент США и Владимир Путин, президент России, также обсуждали круг вопросов, большой круг вопросов. Говорили о Сирии, но и говорили о ситуации на востоке Украины. Вот представитель Белого дома сказал следующее. Также речь шла о том, что Россия должна прекратить поддержку сепаратистов, дестабилизирующую ситуацию на востоке Украины. Вот так, да, это версия Белого дома. Ну и в принципе версия Белого дома в данном случае не отличается от той версии, которая появилась на сайте Кремлевской администрации. Вот сейчас открою сайт. Вот такое сообщение на сайте Кремля. Телефонный разговор. Владимир Путин, в частности, подчеркнул необходимость полного и неукоснительного соблюдения Киевом его обязательств по Минским договоренностям, в том числе и в части налаживания прямого диалога с Донбассом, согласования с ним готовящихся изменений в Конституцию и проведения местных выборов, вступления в силу законов об особом статусе и амнистии. То есть это версия Кремля по поводу вчерашнего телефонного разговора американского и российского президентов. Вот если говорить о битогах. Прогресса в политической подгруппе нет. Какого-то внятного. Или все-таки был какой-то. Внятного прогресса нет. В принципе, переговоры идут в тех же рамках, которые были еще в Минских соглашениях вторых февраля 2015 года. Когда мы говорим о прекращении огня, то это предусматривалось еще Минскими соглашениями 2. И когда мы говорим об обмене пленными, ну в принципе тоже. То есть это идут переговоры в рамках соблюдения с переменным успехом Минских соглашений 2. Вот чего-то оригинального или прорывного мы, разумеется, не увидели. Все-таки, все-таки. Вот вчера по поводу режима прекращения огня, да, то есть зазвучала впервые такая вот, то есть прозвучала, или вернее подача, впервые была такая подача вот информации о режиме прекращения огня. Вот даже украинская правда, вот мы посмотрим. Разве он не был подписан от режима по Семенскому? Нет, он был подписан, да. Вот подача интересная. Пресс-секретарь Кучмы каже, что Грызлов иниции режим Тыши. Это украинская правда со ссылкой на блогу Дарья Лефир, пресс-секретаря Леонида Кучмы говорит. То есть по итогу она говорит о том, что Украина поддерживает инициативу представителя России Бориса Грызлова об объявлении режима тишины, который должен начаться немедленно. Вот получается так, что сделали так, что это вроде бы, то есть официально написали, украинская сторона, что прекращение режима тишины, то есть начало режима тишины, это инициатива Грызлова. Вот в этом смысле какие-то могут быть признаки того, что какой-то прогресс в Минских соглашениях пошел? Ну я особого прогресса не вижу. В принципе, Минские соглашения дали свои результаты, потому что мы должны помнить, что они подписывались в то время, когда шли бои незадолго до этого за аэропорт Донецкий, бои в Дебальцево, и были сотни погибших, иногда вот в день могло быть 50 погибших, допустим. И Минские соглашения все-таки дали тот результат, что накал событий, накал сражений очень сильно снизился, и погибших стало меньше. Полностью выполнить Минские соглашения, тем не менее, пока не удается. Основные переговорные пункты, там российская сторона хочет, чтобы на Донбассе, на неподконтрольных Украине территориях прошли выборы. Украинская сторона хочет, чтобы вернулся контроль над границей. Плюс стараются обменять пленных, что в принципе выгодно для всех сторон конфликта. Вот в этом ключе приблизительно переговоры и продолжаются, пока не ожидается, что будет такой прогресс, что боевые действия прямо совсем прекратятся. Пока успех то, что боевые действия перестали приносить десятки жертв в день, и конфликт стал замороженным. Вот это главный результат на сегодняшний день. Ну да, в общем-то вот по поводу режима прекращения огня, да, то вот информация, что этот режим вроде бы сейчас, вроде бы вступил уже вот с нуля часов, да, вновь вводится режим тишины. Да он вступил еще с февраля. С нуля часов 14 января, то есть в ночь с 13 на 14 января вводится режим тишины. Вот, кстати, Мартин Сайдек чуть по-другому говорит об этом. Представитель России Борис Грызлов сделал предложение предпринять еще одну попытку прекращения огня по случаю Старого Нового года. Это предложение было поддержано всеми участниками. Пока что, вот то, что я знаю по новостям, на Донбассе, на территории Луганского области тишина, на Мариупольском направлении тишина, а вот возле Донецка все так же стреляли. Ну вот инициатива Российской Федерации в этот раз, да, может ли это говорить о том, что каким-то образом изменилась позиция России, то есть переговорная позиция, больше решительности, как бы устремленности к урегулированию конфликта? У России тоже определенный цветнут. Экономическая ситуация в Российской Федерации не улучшается и достаточно активно, естественно, проводятся переговоры. Но я бы не сказал, что то, что инициировала Россия, это какие-то несет большие изменения. В принципе, Россия достаточно активна в этом конфликте, была в переговорном процессе уже достаточно давно. Что касается Грозлова, то достаточно интересна двойственная позиция украинской власти. То есть рядовые граждане России не могут полететь вот из Москвы в Киев, им закон запрещают. А Грозлову было разрешено. Мне кажется, что нужно либо разрешить всем гражданам летать свободно из Москвы в Киев, либо не разрешать и привилегированным российским гражданам. В данном же случае он не частный визит совершил, а как переговорщик летел. Тем не менее, а почему он имеет право лететь, а рядовой гражданин, которому нужно, допустим, старых родственников проведать, лететь из Москвы в Киев не может. Я все же вижу в этом двойные стандарты. Хотя, разумеется, то, что вы сказали, это тоже правда. В том смысле, что, например, политики российские, которые находятся под санкциями, на официальные, предположим, встречи в рамках ООН, все равно они могут лететь, так как они представители страны, представляют определенную миссию. То есть логика есть, безусловно, в ваших словах. Но все-таки сама ситуация для простых обывателей непонятна, почему Грызлову можно лететь. А вот мои даже там френды в Фейсбуке спрашивают, каким образом им безопасно из России прилететь и проведать родственников. И они на этот вопрос ответа найти не могут. То есть вот то, что касается инициативы Грызлова о перемирии, то есть в этот раз это такая ярко обозначенная инициатива именно Российской Федерации по поводу прекращения огня, да? То есть вот все-таки это, насколько я понимаю, вы считаете, что это особенно ничего не дает. То есть тогда получается, что это, скорее всего, политический такой шаг, политическое действие, которое не потянет за собой последствий. Но тут есть две трактовки событий. Или все-таки Россия намерена добиться того, чтобы действительно наступило полное перемирие? Владимир, тут есть две трактовки событий. Первая трактовка, что Россия взяла на себя инициативу, поскольку там прилетел Грызлов, что-то инициирует. Это означает, что Россия в этом вопросе взяла инициативу в свои руки. Вторая трактовка, наоборот, что россиянин приезжает в гости, пытается договориться. Значит, соответственно, у России ситуация плохая. То есть они как бы демонстрируют нервозность. То есть мне кажется, что истинно как раз находится где-то посередине, что приезд Грызлова не означает и нервозность там Российской Федерации, не означает, что они там прилетели сдаваться, и не означает, что Россия взяла инициативу в свои руки. Это просто означает продолжение процесса. Вот процесс продолжается достаточно активно. Разные стороны конфликта пытаются его урегулировать. Вот если говорить об обмене пленными, то есть теоретически реальные шаги, которые мы можем увидеть уже после вчерашних минских и межгосударственных консультаций на уровне руководителей государств, то это обмен тем количеством удерживаемых пленных или так как их еще более правильно обозвать лиц. И плюс какие-то там вроде бы наметились позитивные сдвиги по экономическим социальным вопросам. Ну вот ключевой момент, ключевой момент. Децентрализация, да? Вот на этой неделе тема децентрализации была в понедельник озвучена Путиным в контексте, то есть его интервью изданию «Бильд». Он говорил, что Украина должна для того, чтобы минский процесс двигался, сначала изменения в Конституцию, а потом контроль над границей. Президент Петр Порошенко озвучил как бы обратную точку зрения и бессмертно озвучивал. Но появилось интервью Кравчука, где он говорит, не надо бояться особого статуса Донбасса. И сегодня было совещание под руководством спикера парламента Гройсмана, и как раз вот эту децентрализацию довольно подробно обсуждали. И вот у меня, допустим, возникает, закрадывается мысль, что на самом деле вчера, позавчера, вот в этих всех многоуровневых консультациях было достигнуто именно по децентрализации какое-то решение. Вот насколько это может быть... Кстати, президент сегодня о чем-то будет говорить на пресс-конференции. Попробую ответить на поставленные вопросы. Значит, во-первых, Леонид Макарович Кравчук выступает своего рода флюгером. Мы знаем, что он даже в анекдотах описано, как он умеет проходить между капельками. Ну, не знаю, повторять, наверное, нет смысла анекдот для наших слушателей. Я думаю, что его все знают. Поэтому, соответственно, вот некоторое время назад он активно выступал за проведение антитеррористической операции. Он говорил, что я там за то, чтобы мои внуки участвовали, чтобы они воевали на стороне украинской армии. Я, правда, очень не уверен, что они действительно участвовали и воевали. Но, по крайней мере, он такой месседж послал, что вот да, что и я там возьму где-то слабеющей рукой в руки дробовик и буду стрелять. Сейчас Леонид Макарович сказал нечто противоположное, что, в общем-то, война это была бессмысленно. То есть он общается с определенным количеством элит, в том числе западных. И он получил, получает определенные месседжи. И он, как флюгер, почувствовал, что ветер подул немного в другую сторону. Уже никто не доволен этими боевыми действиями. И, соответственно, вот он уже начинает озвучивать точку зрения, противоположную той точке зрения, что он озвучивал там года полтора назад. Это достаточно характерно, что и западные элиты, и украинские, и российские все от войны устали. И вот Леонид Макарович озвучивает то, что хотят слышать. Что касается децентрализации, ну договоренности могут быть любые достигнуты там во встречах Грызлова, Скучма и так далее. Но у нас еще есть такой фактор, как Верховная Рада. И чтобы получить там 301 голос за действующие изменения в Конституцию, мы сейчас не будем подробно обсуждать, дают ли эти изменения действительную децентрализацию. У меня по этому поводу большие сомнения. Ну просто, чтобы получить такие изменения, достать 301 голос, возможно, два варианта, которые пытаются комбинированно применять. Нужно либо занести фантастическое количество денег, вплоть до того, что по пару миллионов долларов на одного депутата, проголосовавшего, занести в Раду просто много денег. И мы очень часто видели такие ситуации, когда, например, первый раз становилась премьер-министром Юлия Тимошенко фантастические деньги заносили в Верховную Раду в 2005 году еще во многих случаях. То есть либо уже фантастически купить депутатов, либо наоборот их всех запугать, чтобы Генеральная прокуратура на каждого депутата открыла по пару дел. То есть и кнутом, и пряником. Но пока нет. Вот если какие-то фантастические усилия не будут предприняты, ну нет физически этого 301 голоса. И я пока вот не вижу пока такой силы, которая может заставить депутатов принять эти изменения во втором чтении. То есть мы можем ждать какого-то чуда, что что-то с неба упадет. Но сейчас, пока на данный момент, нет этих голосов и не очень предвидится. Ну вот еще, кстати, сегодняшнее это совещание у Гройсмана по поводу децентрализации, да, под руководством Гройсмана. А вот оно как бы тоже вот такое подозрение вызывает. То есть там выступал представитель главы администрации президента Виталий Ковальчук, да. И вот он сказал, что да, вот проголосуем. То есть парламент, если принимает или не принимает децентрализацию, не помню, как точно он сказал, но что точно он сказал, что необходимо уже сейчас начинать разработку законопроектов для реализации этих изменений в Конституцию в части децентрализации. То есть само изменение в Конституцию, да, а потом еще очень много подзаконных, то есть развивающих или раскрывающих конституционные положения законов, то есть интерпретации, грубо говоря. Вот не кажется ли вам, что на самом деле децентрализация может, то есть закон о децентрализации могут принять, но при условии, что потом, как бы, проголосуйте народные депутаты за этот закон, да, то есть внесите изменения, потому что это не все, то есть на самом деле не то, а интерпретацию мы потом уже в законах уже, что будет конкретно по итогу, да, мы уже в законах с вами распишем. Вот такой хитрый обходной маневр, да, депутатов убедить, да, голосуйте вы за это, а потому что еще мы будем законы, которые все четко разложат принимать в развитии. Нынешняя Верховная Рада очень понизила свою субъектность по сравнению с первым, вторым, третьим созывом, да даже седьмым, в принципе, то есть, поэтому, соответственно, депутатов этого созыва очень часто насиловали, например, в конце 2014 года, вы выражаетесь здесь, и их насиловали, да, не физически, как правило, принуждали, они, например, в конце 2014 года проголосовали за бюджет вообще на 2015 год, это чуть больше года назад, вообще не видя его физически, и даже я тоже был в эту, в ту ночь бюджетную, ну и в свежую ночь бюджетную Верховную Раду, и видел там выступление, например, выступал господин Береза, и говорил, ну, менее известный Береза, второй он, и он говорил буквально следующее, что да, мы готовы проголосовать за ваш бюджет, но вы нам его хотя бы покажите, мы же его физически не видели, и так им физически ничего не показали, депутаты все-таки проголосовали, поэтому да, депутатов иногда удается к чему-то принудить, удается ими сманипулировать, потому что многие депутаты Восьмого Созова откровенно безграмотны, не имеют там ни высшего образования, ни понимания происходящих процессов, но все же обычно их удается принудить, собрать там вот минимально необходимые там голоса 226, там 230, но собрать 301 голос я пока не вижу, то есть, ну, будут очень стараться, будут пытаться вытянуть за уши, но мой бы прогноз был бы скорее негативный, я на данный момент прогнозирую, что на изменения эти в Конституцию 301 голос найден не будет, хотя бы потому, что нынешняя Верховная Рада, ну, ни по какому вопросу не дает Конституционного большинства, не дает эти голоса, вот нету сейчас ни по одному вопросу, идут почти по каждому вопросу, идут торги. Коалиция де-факто не существует, по каждому вопросу или кнут, или пряник, но вот такого большого количества голосов, вот 300 голосов, ну, я пока в это не верю. Ну, вот когда же бюджет принимали, да, за вот тут позиция фракции радикальной партии Олега Ляшко, когда он выступал, говорил, ни за что этот бюджет, его клеймил, да, а потом уже, когда перед самим голосованием за бюджет, да, выступает Ляшко, тоже гневную речь произнес, и заканчивает словами, ну, мы же не против Украины, мы проголосуем. Да. Жаль, люди засмеялись, сам Ляшко даже заулыбался. Я наблюдал за этим всем в режиме онлайн, он еще... То есть не получится ли так с конституционной реформой? Он еще анекдотически... При условии, что она потом будет расшифровываться в законах, о чем сегодня представитель администрации президента Ковальчу говорил. Ляшко еще, я могу чуть-чуть дополнить анекдотически, вот как в мультиках политических он сказал даже, мы проголосуем за ваш бюджет с котынякой. Так сказал Ляшко. Но все равно, смотрите, за бюджет не было 300 голосов, за бюджет формально было 263 голоса, но я как очевидец могу свидетельствовать, что в Верховной Раде физически находилось явно не больше, чем 200 человек. Там находилось, ну, примерно, по моим оценкам, может быть, от 150 до 170 где-то количество депутатов, и было документально зафиксировано, и я об этом уже говорил, что некоторые депутаты голосовать умудрялись даже за шестерых. То есть за бюджет формально натянули 263 голоса, фактически там было, может быть, 160 голосов. Но как нарисовать 300 голосов, даже, да, там, подкупив Кличко, еще с кем-то договорившись, ну, 300 голосов я не вижу. Конечно, чудеса бывают, и подкуп бывает, и запугивание бывает, но вот исходя из той объективной информации, которую я имею на данный момент, ну, нету пока 300 голосов. Вот если возвращаться к итогам вчерашних встреч в Минске, да, трехсторонней контактной группы и подгрупп, вот Дарка Алифир, пресс-секретарь Леонида Кучмы, тоже написала, что среди конкретных результатов сегодняшнего заседания можно отметить работу экономической подгруппы. На Донбассе продолжается восстановление железнодорожной инфраструктуры, а также системы электроснабжения. Кроме того, удалось найти механизм погашения задолженности заводу перед украинскими предприятиями в отдельных районах Луганской области, то есть те территории, которые контролируются совопрозвращенной ЛНР. И важно отметить, что этот механизм найден в соответствии с украинским законодательством с учетом гарантий российской стороны о погашении задолженности. То есть результат есть экономический. Можем ли мы говорить, что вот действительно активность Грызлова, да, и после его назначения и его активность с самого начала Нового года в этом вопросе свидетельствует о том, что Россия взяла курс на то, чтобы действительно добиться каких-то результатов, но не столько в политической сфере, сколько прежде всего для того, чтобы уменьшить финансовые расходы на территории контролируемой ДНР и ЛНР. То есть вот вернуть в экономическую площадь, вернее, интеграцию экономическую, да, экономические связи для того, чтобы не тратить деньги в условиях вот этого падения нефти, цен на нефть, рубля и так далее. Или все-таки политические задачи, они первичные? Скажем так, Грызлов очевидно, что привез определенный пакет предложений, в том числе по газу, по долгу. Мы все понимаем, что там предложения были пакетные. Уже есть фактически безоговорочные свидетельства, что он таки встретился и с Петром Порошенко, хотя многие это пытались отрицать. И, соответственно, мы пока не знаем детали этих переговоров. Но то, что переговоры были комплексные и касались, кроме неподконтрольных Украине территорий, также газа и долга, в этом сомнений нет. Что касается позиции России по так называемым ДНР и ЛНР, то Россия, в принципе, не возражает, чтобы они были в составе Украины. Об этом было известно и давно, и при выполнении определенных условий со стороны Украины, в принципе эти территории в Украину возвращаются. Прежде всего экономически. Потому что, говоря о проблемах, то есть экономические проблемы, скорее всего, социальные, они сейчас представляют, наверное, наибольшую угрозу, не угрозу, а опасность, наверное, в наибольший риск. Зону риска, как для руководства самопроизошенных ДНР и ЛНР, так и, в общем-то, Россия вынуждена тратить до тех пор, пока не заработала экономика на этих территориях. Но для Украины тоже. Кстати, для иллюстрации, сейчас извините, вот появилось сообщение, какие-то СМИ сообщают, какие именно, не знаю, вот 062, да, служба, 062-юэй, вот на корреспонденте этой публикации тоже есть. В Макеевке уволили шахтеров, да, 132 работника шахты «Холодная балка» после участия их в забастовке из-за долгов по зарплате. Акция «Горняков трех смен» прошла 13 января. Задолженность за зарплате, по зарплате за несколько месяцев, шахтерам выплатили по 2 или 4 тысячи рублей после забастовки, и деньги выдали только шахтерам «Холодной балки». То есть вот, да, рост социальной напряженности экономической, он на самом деле угрожает больше, то есть больше риска несет для руководства ДНР и ЛНР. Поэтому, возможно, вот как раз и Россия пытается именно сейчас только экономическую часть приоритетно решать? Ну, для Украины тоже, на самом деле, социально-экономические проблемы сейчас весят больше, чем вот эти, чем даже вот эти замороженные военные действия. Тут резкий социально-экономический обвал, проблемы с высокими ценами на коммуналку для Украины сейчас это значительно сложнее и болезненнее. Так что, в принципе, логично, что и для ДНР, и ЛНР, и у России тоже есть подобные проблемы. Вот, кстати, Генштаб пока не будет просить, на украинской правде вот появилась интрига, что сегодня скажет президент, по поводу чего эта пресс-конференция будет. Вот сейчас так-так-так-так-так, вот эта новость открылась, да? Генштаб пока не будет просить Петра Порошенко о мобилизации. То есть, по идее, это вот уже в феврале-марте должна начинаться волна мобилизации для ротации. То есть, вот, как бы, много таких моментов, которые держат интригу по поводу того, что же на самом деле было достигнуто вчера в контактах между Москвой и Вашингтоном, между Москвой и Киевом, и вот, в частности, Европой, то есть, в нормандском формате. Вот, что мы можем прогнозировать в этом смысле? Я, тем не менее, думаю, что мобилизация скорее будет, потому что она используется для разных целей, в том числе, как дубинка против оппонентов. Например, одно время приносили даже в Харьковский горсовет, всем оппозиционным депутатам принесли повестки. Вот сейчас, если ты каким-то образом выступаешь против власти... Это что, вот, недавно? Не, ну, это не очень недавно, это, может, месяца четыре назад было. То есть, когда, вот, соответственно, если ты каким-то образом выступаешь против власти, если ты не в восторге от деятельности президента, тебе могут принести повестку. Таким образом, это определенный, тоже контроль над обществом, что сидит тихо, иначе вот можешь быть призван на войну и там погибнуть. Поэтому я думаю, что от такой дополнительной дубинки, как мобилизация, никто не откажется. Что касается переговоров, ну, переговоры будут продолжаться. Я надеюсь, что произойдет все-таки обмен пленными, то, о чем говорят, потому что пленных много с обоих сторон, нужно их как-то обменивать. Ну, можно с надеждой прогнозировать, что военная ситуация будет оставаться замороженной, потому что еще более оптимистического прогноза, что военные действия прекратятся полностью в течение 2016 года я дать не могу. Но то, что, по крайней мере, не будет таких кровопролитных сражений, как были под Дебальцево, за Донецкий аэропорт, можно с надеждой спрогнозировать. Поэтому оптимистический прогноз будет заключаться в том, что, по крайней мере, ситуация будет замороженной и не будет обостряться. И, разумеется, международные партнеры будут давить на Украину, чтобы были проведены на территории самопровозглашенных республик, чтобы были проведены выборы, потому что самопровозглашенные республики одно время даже объявляли о желании проводить выборы. Украина начала протестовать, и удалось их убедить, эти выборы не проводить. Но сейчас западные партнеры хотят все-таки, чтобы была какая-то легитимная власть, законно избранная, хотя бы относительно на этих территориях. Поэтому будут давить на проведение этих выборов. Украина будет пытаться установить контроль над границей, что достаточно сложно, потому что сил не хватает для контроля, а уступить этот контроль ей тоже не очень спешат. Соответственно, вот эти сложные переговоры будут продолжаться в течение всего 2016 года с переменным успехом. Вот, кстати, о результатах опросов тоже. Они, в общем-то, вот как-то несколько дней, несколько дней в украинской политике проходили под знаком Донбасса. Вот этих переговоров минских. То есть не только в Украине события, но и тоже в интервью президента Путина изданию Бильд. И вот вчера тоже как раз в день заседания трехсторонней группы как бы тоже одно из ярких событий. Это обнародование результатов опроса общественного мнения, проведенного службой рейтинг. Правда, проводили они в ноябре еще 2015 года. Так вот, они отметили, что 37% украинцев считают, что материальное положение их семей несколько ухудшилось. Еще 40% считают, что оно ухудшилось существенно. То есть в итоге 77% опрошенных сказали, что их материальное положение ухудшилось. И вот улучшилось оно в различной степени у 2%, существенно ни у кого. Вот отмечается, что среди жителей подконтрольных украинской власти территории Донбасса результаты аналогичны. То есть вот на территории Донецкой и Луганской области подконтрольной нашему правительству тоже 70% ухудшилось жизнь. Но вот другая часть результата вопроса, более интересна. В контексте минской встречи жители Донбасса не хотят отделяться от Украины. Вот это опрос, который проводился с группой рейтинг по заказу Международного республиканского института ИРИ. И вот указывают, что более 70% жителей региона хотят быть частью Украины, как и до начала конфликта. 75% жителей региона высказались за сохранение в составе Украины. Такого же мнения придерживаются 86 граждан остальной части страны. Из них 32% жителей Донецкой и Луганской областей ответили, что хотят быть частью Украины, как и до начала конфликта. Ну, разумеется, уровень жизни... Как бы идет информационная какая-то подготовка к чему-то еще. Насколько эти данные реальны? Разумеется, уровень жизни украинцев ухудшился минимум раза в два, потому что катастрофически упала национальная валюта Украины, гривна. Соответственно, в гривнах очень резко повысились цены на необходимые медикаменты. Плюс к тому монопольные, очень высокие цены на жилищно-коммунальное хозяйство, при том, что у меня, например, дома отопления практически никакого нету, а платежки за отопление достаточно высокие. Соответственно, все это повысилось. Доходы украинцев, тем не менее, мало повышаются даже в гривнах. Невооруженным глазом заметно, что даже в Киеве население стремительно нищает. У нас есть такие пенсионеры, у которых пенсия ниже, чем коммуналка. И есть даже карикатура, когда, например, Арсений Яценюк очень бурно радовался принятию бюджета, так и были, ходят в интернете соответствующие карикатуры, что Арсений Яценюк очень обрадовался, что принят бюджет с минимальной зарплатой в 1378 гривен и прожиточным минимумом в 1348 гривен. Я там могу чуть-чуть ошибиться, но приблизительно такие цифры до 1400 гривен. Соответственно, разумеется, эти деньги сейчас не обеспечивают даже физического выживания. А вот по поводу вот этих настроений на Донбассе. 35% жителей Донбасса сказали, что хотят быть в составе Украины, но иметь больше полномочий и вследствие децентрализации. 8% опрошенных только выбрали вариант стать автономией в составе Украины. Это опрос на подконтрольных территориях. Мы же не проводили территорию. На кого этот опрос? Он реальную картинку дает? Или это политический инструмент? Я не уверен. Дело в том, что у нас многие сидят в тюрьме за сепартизм и так далее. То есть на вот этих территориях, подконтрольных, но близких, насколько там человек может сказать, что он не хочет, чтобы Донбасс был в Украине. Я полностью в этом опросе не уверен. За автономию только 8% опрошенных. Но в принципе сейчас подконтрольные территории Украины все-таки живут немного лучше, чем территории неподконтрольные. Поэтому определенная логика в этом есть, что территории, которые в составе Украины, все-таки в социальном и ином смысле, ну они сейчас живут немного лучше все-таки, чем территории неподконтрольные, которые больше страдают. Кстати, об отношении к России. Вот среди опрошенных 7% жителей Донбасса сказали, что хотят стать частью России. То есть все-таки в данном опросе была такая позиция, но только 7% вот так выбрали. То есть по-видимому не хотели афишировать свою позицию. Ну и еще, вот если уже хотим завершать разговор об этом опросе, Россия заняла второе место по степени популярности. То есть при ответе на вопрос, кому больше симпатизируют жители Донбасса. На первом месте оказалась Белоруссия. К Российской Федерации вот после всего этого конфликта тепло относится вот 39%. Из них 9% очень тепло, да. Нейтрально 31%, негативно 20%, при этом 6% очень негативно, да. Большинство жителей Донбасса, они любят Соединенные Штаты Америки, которые разместились на последнем месте в рейтинге их предпочтений, то есть вообще в списке вариантов ответов. И к этой стране, к США, тепло относится лишь 17% опрошенных жителей Донбасса. Ну и по поводу Евросоюза вот еще данные. Примерно в средине списка находится Евросоюз, к нему тепло относится 22%. То есть как мы видим, после всего того, что было, все равно к России позитивно относятся 39% опрошенных жителей Донбасса. Белоруссия на первом месте. Вот все-таки вот интересные такие данные опроса и появление его в Украине в день минских переговоров, да? Ну очевидно, что идет определенная подготовка общественного мнения, но в принципе я не вижу, чтобы сам этот опрос был корректным, потому что ну как-то это очень абстрактно. Вот взять человека на улице, а тепло ли ты относишься к России, а тепло ли ты относишься к Европейскому Союзу. Во-первых, ну если говорить с точки зрения экспертной, то мир становится более глобальным, и значение вот транснациональных корпораций, значение Microsoft, значение там той же Coca-Cola, которую много обсуждали в начале года, растет по сравнению с национальными государствами. То есть те же корпорации при наличии, допустим, санкций против России, корпорации транснациональные, которые расположены, предположим, в Германии, нормально договариваются с компаниями, которые расположены в России. То есть значение государств в принципе падает, а значение транснациональных корпораций возрастает. Ну и сама постановка вопроса тут достаточно абсурдно это звучит, поэтому мне кажется, что цель этого вопроса скорее не объективный анализ, а скорее действительно политтехнология, подготовка к чему-то, потому что вот если бы меня, допустим, на улице поймали и спросили, как ты относишься к России, как ты относишься к Европейскому Союзу, то я бы сразу не нашелся, что на это ответить, потому что это как-то очень абстрактно, очень астрономически и какой-то глупый вообще вопрос. Ну почему? Для многих, может быть, он не такой абстрактный, это вот как бы... Ну вот отношение к России, это отношение к президенту России. Чем больше специалист, чем-то для тебя, тем более для тебя объект твоей сферы деятельности, он как бы более фрагментирован. Ну вот что такое отношение к России, да? Для человека, который не разбирается, для него, допустим, не разбираюсь в чем-то, для меня вот, ну, как вы на Луну, да? Как вы относитесь к Луне? Ну, Луна, она висит. Тот, кто знает, изучает там эти равнины, моря, там впадины и так далее, горы, для него, а какая часть Луны нравится, да? Ну вот что такое, допустим, Россия? Это президент России Владимир Путин или мой там троюродный брат, известный российский актер Николай Спиридонов или что вообще как бы Россия? То есть я вот не могу понять, как бы... Я не могу понять вот суть такого вопроса. Мне кажется, что он манипулятивен. Наверное, я скорее соглашусь, потому что действительно вот так. Народ России, да, то есть простые россияне, они тоже есть разные. Парламент России, президент России или российский бизнес, да? То есть совершенно как бы слишком абстрактно, все обобщенно, все вместе, и то, что, возможно, следовало бы действительно для большей корректности разделять. Но вот, все-таки, как бы, ваш прогноз еще по одному вопросу. Вот в Турции снова теракт, в этот раз на юго-востоке Турции, территории, населенной курдами. В Джакарте сегодня, в столице Индонезии, тоже прогремело несколько взрывов, за которые взяла ответственность ИГИЛ. И вот напоследок, наше время, подходит к завершению, попрошу очень коротко прогноз. Грозят ли Украине теракты ИГИЛ? Грозят, потому что в конце 2015 года Украина была включена в число стран, вот, враждебных исламскому государству. Но в то же время, слава богу, Украина пока не на переднем плане. То есть грозят не в первую очередь. Но в принципе террористическая угроза возрастает и международно, и меры предосторожности, меры безопасности, которые применяются в данном случае Украиной, явно недостаточны. Уровень безопасности нужно стремиться повышать, потому что в том же Париже защита безопасности спецслужбы явно сильнее, и в то же время не удалось уберечься. И в некоторых странах, вот та же Турция, там службы безопасности, ну, значительно мощнее, чем в Украине. И жуще работает. И все равно в Стамбуле всякое происходит. Поэтому, естественно, угроза есть. Нужно работать над тем, чтобы эта угроза не осуществилась. Ну что ж, будем надеяться на то, что, как говорится, минует нас чаша сия. И так нам достаточно проблемы без силу конфликта на востоке нашей страны. Наше время подошло к завершению. Дорогие зрители, напоминаю, что сегодня у нас в студии был гость, политолог, эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. И спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы с нами. Далее будет программа «Война и мир». Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Мир вам! Присажаю на вирность Украине. Вам и пишется Украина. Оксана Виттера. Андрей Иванович. Татьяна Данькевич. Пытается наладить мир, дружбу, будущее Украины. Субтитры сделал DimaTorzok